Всем здравствуйте! Это новости Турции. Не так много времени прошло с нашего предыдущего выпуска, но у нас такая интересная новая информация. А буквально вчера все турки проснулись у нас беднее. Если вы подобное видео открываете впервые на YouTube, я скажу о том, что я блогер, я не журналист без какой-либо претензии. Это мой частный блог. Я перевожу на русский язык новости информацию, которая происходит в стране Турции. Если кому-то интересно, можете подписаться обязательно на канал. В инфобоксе я оставляю ссылку на телеграм-канал самых свежих новостей от Турции. Подписывайтесь. Сегодня у нас новость такая интересная. Не одна причем. Но вчера об этом говорила вся страна. И я такая думаю, да, об этом надо, наверное, снять отдельно и вообще рассказать, как это важно и как это важно вообще влияет на общество. Вчера буквально мы просто проснулись с информацией новой о том, что мы обеднели. Давайте я сначала про эмоциональный момент расскажу, как здесь люди к этому относятся, о чем говорят, а потом про сами налоги, чтобы вы поняли, какая катастрофа за этим стоит. Люди, когда были выборы, про налоги, конечно, разговоров никаких не было. Обещания были только самые лучшие, позитивные, что все будет замечательно. Вообще этой сфере экономики максимально не уделялось внимания у партии, которую выбрали. Экономикой парировали оппозиции. Это в итоге вышло в предвыборной гонке на уровень миграции, иностранцев, религии, в том числе экономику вообще задвинули на задний план. На данный момент настроение до новости, до вчерашнего утра настроения людей в стране. Люди, очень многие, выживают. У нас есть очень большой отток молодого населения из Турции в Европу, в Америку, в ближайшие европейские страны. Последние полтора года это идет. Но вот после выборов тоже был большой поток. Это именно налогоплательщики, молодое сильное население, которое, по сути, должно строить экономику страны. Это студенты уезжают учиться за границу сразу, или это студенты, которые закончили учиться здесь, но уезжают работать, не ищут здесь перспектив. То есть здесь самое страшное, что у молодого поколения, самого важного костяка экономически в стране, у каждой экономики, они не видят здесь своих перспектив. Заканчивая хорошее и дорогое у нас обучение в вузах, они уезжают, скажем так, реализовываются, зарабатываются в другие страны. То есть не в стране на наш капитал внутренний, да, а за границу. Потому что они не чувствуют себя защищенными, востребованными, условия экономики и так далее, условия для жизни. Это логично все. Те, кто работал на международной компании, они уже давно уехали, еще год назад, еще до выборов. Есть, конечно, кто пытается вкладываться в сельское хозяйство, внутренний здесь бизнес. Есть такие, но очень тяжело. То есть среднему бизнесу и малому бизнесу очень тяжело в экономических этих условиях вообще выживать. Открывать что-то новое тоже тяжело. Больше сейчас банкротство и закрытие идет. Так вот, то есть постоянно растущая инфляция, когда ты приходишь в магазин, и нам стало нормой, когда она кидывается сверху по 10-20 лир на отдельную категорию товара, на отдельный товар какой-то. Это уже стало даже нормой. Я не устаю повторять, что, например, мясо могут позволить далеко уже не все себе абсолютно. То есть средняя прослойка, очень сильно просел средний класс экономический, в стране он стал обеднел, обнищал. У кого деньги были, они естественно остаются. Если их было очень много, они не очень замечают их отток, то есть это слишком большие суммы. Но у кого было что-то среднее, уровень жизни у людей очень сильно понизился. Но я напоминаю, что в стране 60% работающих людей это частный бизнес. 40% мы потом их еще уделим на госслужащих и так далее, и так далее. 60% это частный бизнес. Вот почему я делаю такой акцент в экономике, то что очень тяжело частному бизнесу сейчас приходится. За него никто не помогает, не держится, там каких-то благ, скидочек на что-то не дает. То есть выкручиваются, выживают, как может быть. Кто более-менее мозгами раскидывает, конечно, понимали, что это будет, что вот-вот, по-другому никак к этому идет. Но как минимум вчера произошла, скажем так, перемена в неких групп населения, у граждан понимания. Наконец-то они стали жить в реальности, в то и не закрывать глаза на что-то, говорить, да, все пройдет у всех так плохо или еще что-то. Вот они реально поняли на своем кошельке, на всем ощутили, что они стали еще беднее. То есть им тяжело было жить до сейчас, до этого момента, но вчера стало еще. А давайте начнем с НДС, естественно. НДС поднялся, там всего лишь на 2%, по сути, но с 18% до 20%. Кажется, мало. 2% если мы берем огромный экономический оборот, финансово-то очень большую сумму денег. И это все будет вычитаться, конечно, из-за наших карманов. Абсолютно на все. 50%, то есть просто за одну ночь на 50% подорожали любые фиксированные госпошлины. То есть хочешь ты паспорт сделать, госпошлину платишь, теперь на 50% дороже. Хочешь растаможку машины сделать, 50%. Любая госпошлина на 50%, адвокаты, юристы, нотариаты, печати, заверения документов, суды какие-либо, все, все госпошлины, все дороже на 50%. Они и так не дешевые, кстати, были, я скажу вам, это не дешевое удовольствие. Сходить, например, в нотариусу, заверить документ. Но сейчас еще дороже. Вы знаете, у нас есть налог на разблокировку, на ввоз иностранной техники, телефонов в частности, смартфонов иностранного производства. То есть, веду в курс дела. В стране, в Турции, если ты идешь в магазин в Apple, покупаешь iPhone, Samsung, пожалуйста, телефон здесь в стране, он уже с этим как бы налогом идет. То есть, ничего платить не надо. Это в стоимость аппарата включено. Поэтому в Турции самые дорогие iPhone во всем мире, самая высокая цена. Он стоит в два раза дороже, чем во всем мире. То есть, там, условно, 1000 долларов телефон и 1000 долларов сверху, и вот цена за этот налог. В Турции около 2000 долларов стоимость iPhone продукции. Затем, если ты приезжаешь иностранным телефоном в страну, он работает три месяца, первых, потом автоматически блокируется. Какую бы ты симку ни вставил, звонить она у тебя в телефоне, входящих звонков у тебя не будет, и ты позвонить никому не можешь. Ты можешь пользоваться Wi-Fi, когда он у тебя есть. Но симка турецкая в телефоне иностранном, через три месяца, как ты пересек границу, не работает. Все. Поэтому, чтобы турецкая симка работала в твоем аппарате, ты идешь в госорганы, платишь пошлину, разблокируешь, как бы так, назовем, свой телефон. Если ты здесь как бы на долгий срок, есть смысл, да, это сделать. Раньше это было недешево. Вот если про вчера, позавчера это стоило 6,5 тысяч лир, а сейчас это стоит 20 тысяч лир. Это практически 800 долларов, чуть ниже. И как очень многие раньше делали люди, они приезжали за границей, привозили, вот iPhone 14, помню, выходил. Ближайший у нас тут Азербайджан, Грузия по границе, да, через Трапзон, Черное море. В той стороне, в Европу это не так выгодно съездить, вот туда можно съездить. Купить, например, iPhone, остановиться в отеле денек, там два побыть туриста, приехать домой, пойти, разблокировать, заплатить. Вот в этом году уже, с января, это было 6,5 тысяч лир, раньше еще дешевле было. Так очень многие поступали. И, например, телефон продавали. Разница, то есть в магазине он 2 тысячи стоить долларов, а твоя трата, ты его купил за тысячу и 6 тысяч лир заплатил. То есть выгоднее всегда это было очень сильно. Затем, со вчерашнего дня, смысл вообще этих действий пропал. Потому что разблокировка теперь стала стоить как половина, ну, как стоимость этого телефона. Условно, привезешь ты со границы и разблокируешь здесь, он получает такую стоимость, как здесь в магазине купить телефон. Привозить смысла нет. Без разблокировки он работает только 3 месяца. И вчера рванули просто потоки людей на границе. Ближайшие кто... И вообще из разных. Я в новостях смотрела выпуски и там комментарии, кто давали на границе люди со всех частей Турции. На самолетах долетали до границы туда. Кто, ну, кто как вообще. Кто на машине? В общем, в основном на машинах это самый дешевый вариант. Я хочу обратить внимание на, скажем так, одежду, как выглядят люди, которые это делают. Это явно не и богачи какие-то, а это у людей последняя возможность и шанс приобрести какой-то там иностранный смартфон. И я к тому, что дешевле, чем здесь он в стране стоит. Это к бедности. Вот я к чему, да, на что стоит обратить внимание. Ты не говоришь, что все айфоны покупают. Нет, любое вообще производство иностранного телефона какого-либо. Айфон это, знаете, как штамп какой-то, да, для понимания. Это я привожу пример. Это любой иностранный телефон. Вот. И были пробки на границах. Все рванули. Успеть приехать, купить, вернуться в тот же день домой. И еще успеть зарегистрировать, оплатить послевну в 6 тысяч лир. Чтобы ананс 24.00 следующего дня не стало 20 тысяч лир. Кто-то успел, кто-то нет. В общем, вчера был ажиотаж на границах с этими телефонами. И ажиотаж оплачивания этой пошлины, которая еще 6 тысяч лир была. Далее, про надбавки наши. Налог на игры. Процент, конечно, там, ну это не суперважно. Да, турки очень, знаете, любят играть там, онлайн ставки делать. Ставки на футбол у нас очень популярны. Есть кто-то прям даже, скажем так, этим увлекается. И так сводит свой бюджет. Вот какие-то недостатки, кредитную историю закрывают ставками. Они такие игроманы, можно сказать. Да, это очень популярная история. И вот увеличился процент на выигрыш в каких-либо ставках. Ну там на 2-3 процента. Это коснется далеко не всех. Но вот категория населения, кто играет, их тоже вчера коснулись эти повышения налогов. И на категории отдельных товаров. То есть, знаете, банна, мыльные, гелиша для душа, бытовая химия, порошки стиральные, туалетная бумага, шампуни для волос и вся вот эта прочая история. Там тоже идет большая надбавка. И вот вчера одна часть населения побежали телефон покупать или разблокировать, которые у них уже были, то откладывал это на потом. Другая часть людей побежала вчера магазин выносить. И очень много было, знаете, кадров в интернете, когда мужчина сидит с туалетной бумагой и рулонами, что не пропадает, стиральными порошками. С салчой, например, с водой в том числе, бутылированная. Но с водой подорожала на 20 процентов из-за производства пластика и логистики доставки в магазин. Просто подорожало производство на 20 процентов. И все побежали, короче, в магазин что-то закупать такое, что, скажем так, не пропадает, долго хранится, консервы какие-то, крупы и все прочее. Вы можете сказать, ой, ну люди дураки, это маленький процент, это как в пандемии было, гречку, сахар, туалетную бумагу скупали. Да, я не спорю, было то же самое. Но я хочу отметить, что это было тогда во всем мире, назовем так, некий вот этот шок, неоправданные какие-то действия людей. А здесь это экономический момент в одной стране, это бедность, которой очень боятся люди, которой они подходят. И эти действия, это не для того, чтобы запастись чем-то, сэкономить денег. Это запастись тем, чтобы у тебя, чтобы это просто было. Потому что завтра или там через месяц не факт, что у тебя будут деньги, это купить, потому что вокруг дорожает все. И вот вчера очень много было обсуждений, постов в интернете про экономику, что люди начали понимать, что такое вообще происходит. Они поняли, что они обеднели вчера, проснувшись, что деньги будут отдавать больше своего кармана на налоги. И начали, естественно, сразу говорить про политику, про то, что в 2024 году, через там буквально полгода, если округлим, будут выборы муниципалитет, то есть по городам мэров выбирать муниципалитеты. И начали многие говорить, да, ну будем смотреть, короче, теперь за кого голосовать. То есть у них все равно остается такой взгляд на политику, на участие в политической жизни. Но другие люди, категория людей, конечно, злорадствовали и говорили, ну вот вы видите, надо было думать об этом три месяца назад, когда вы делали там выборы и так далее. Есть еще такой нарратив из госканалов, конечно, про политический, о том, чтобы, видите, надо потерпеть, подождать. Это небольшие лишения для того, чтобы наша страна стала сильной на мировой арене, мы выходим на мировой уровень и все такое прочее. Ну это красивые, конечно, слова, но это ведутся не очень многие, а именно идейные люди, которые в это хотят верить, кому это нужно чувствовать какую-то свою значимость и силу. Но по факту, когда мы хотим кушать или платим куда-то деньги или идем к врачу, каждый считает свои копеечки в кошельке. И вот эти доводы пока что на таких людей, конечно же, кто считать свои деньги, не работают. И к вечеру вчера уже новые новости другие, немножко о геополитике. Прилетел вчера Зеленский в Стамбул, была встреча с Эрдоганом. Какие-то тезисы, конечно, были вынесены после встречи, можно их даже не озвучивать, потому что они очень предсказуемы, всем было понятно. Про зерновую сделку, про помощь в войне Украине техникой, вот этим всем содержанием, каким-то помощью. То есть она продается, продолжается сотрудничество, помощь и так далее. Все тоже, как и было раньше, полтора года назад. Это точно такая же позиция и нашим, и вашим. И затем, после уже этой встречи и оглашения всего этих тезисов, президент Эрдоган сказал о том, что в августе планируется приезд, даже визит Путина в Турцию. Очень интересно в плане, будет ли он физически, или все-таки это будет какая-то онлайн-встреча, или, скорее всего, может, Эрдоган полетит в Россию. В общем, будет это видно и понятно. Ну, естественно, это очень важно, особенно в такой момент, вчера этот был самый главный упор в новостях к вечеру, на все вот эти переговоры, различные встречи, дабы поднять имидж определенный и показать значимость страны Турции в геополитике, и, дай бог, каких-то там переговоров, чтобы конфликт этот заканчивался, война в частности не конфликта, война заканчивалась, быть вот этим голубью мира, или как-то еще как-то это можно назвать, в общем, вы понимаете, да, то есть свою какую-то позицию занять. И для того, чтобы переключить население в то, как мы вчера вообще жили везде, и все ходили вот с такими глазами, все вот так, открыв рот, либо молчали сказать просто нечего, проглотили языки от шока, почти каждый считал свои денежки, что теперь как дороже будет. Вчера просто стали очень многие вопросы, и так бизнес выживал, как мог. Вчера стал вопрос у многих о закрытии и вообще о перспективах, а стоит ли продолжать, а стоит ли это так работать, про зарплаты и так далее. Хочу еще до конца уж давайте чуть-чуть экономики еще, да, был в закон вчера вписана индексация пенсии на 25%. Но это классно, конечно, но решит ли это, дайте почувствовать ли себя пенсионеры более свободно. Я все больше вижу людей, нуждающихся финансово, неважно, какая у них пенсия суперэкстра какая-то, высокая или обычная минималка, и, конечно же, недостаточно для жизни. Это самые, конечно, страдающие слои населения, это пенсионеры, дети или больные люди, которые живут на пенсию из-за своего там здоровья и так далее, без возможности работать. И рабочие люди не уезжают сейчас, самый золотой факт страны экономически, который должен вкладывать в экономику, приносить доходы. Это были новости Турции, я напомню, что в инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал, самые свежие новости, обязательно подписывайтесь, следите за ними. И также в инфобоксе моя почта, кто хочет психологическую консультацию, пишите, я отвечу вам о условиях. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока.